Здравствуйте! Когда мы изучали арифметику, то имели дело только с конкретными числами. Если перед нами был вот такой пример – 23 плюс 5, то мы могли легко посчитать, чему это равно. Это равно 28. Также мы могли вычислить значения из следующих выражений. 2 умножить на 7, 3 делить на 4. Мы знали, с какими конкретно числами мы работаем. Теперь, углубившись в мир алгебры, мы уже имеем дело и с переменными. Это понятие можно рассматривать по-разному, но, по сути, это величины в выражении, которые могут принимать множество значений. Соответственно, и полностью выражение может менять свое значение. Предположим, у нас есть х плюс 5. Это выражение. Значение этого выражения зависит от значения, которое примет переменная х. Если х, допустим, равен 1, то х плюс 5, вот это выражение, будет равно 1 плюс 5, а 1 плюс 5 равно 6. Если же х будет равен минус 7, то х плюс 5 будет равно минус 7 плюс 5, то есть минус 2. В данном случае х выступает переменной. И его значение может меняться в зависимости от контекста выражения. Также переменная может менять свое значение в зависимости от контекста уравнения. Не путайте выражения с уравнениями. Очень важно понимать разницу между этими двумя понятиями. Выражения составляются из чисел, переменных, с помощью знаков действий и скобок. Это у нас выражение. х плюс 5 – это выражение. И значение этого выражения будет меняться в зависимости от того, какое значение примет переменная х. Мы можем найти значение выражения х плюс 5, подставив вместо х разные числа. Также выражением считается и у плюс z. В данном случае оно состоит из одних переменных. Если у будет равно 1, а z – 2, то значение выражения будет равно 1 плюс 2, то есть 3. Если же у будет равен 0, а z – 1, то тогда это выражение будет равно 0 плюс минус 1, то есть минус 1. Зная, чему равны у и z, мы сможем вычислить значение этого выражения. Оно полностью зависит от значений переменных у и z. Уравнением называется равенство двух выражений. Итак, уравнение. Уравнение – это два выражения, между которыми стоит знак равенства. Например, уравнением будет х плюс 3 равно 1. В данном случае перед нами уравнение с одной переменной. Из этого уравнения мы можем вычислить значение, которое может принимать х. Это можно сделать и в уме. Какое число в сумме с тройкой равно 1? Это минус 2. Минус 2 плюс 3 равно 1. В данном случае уравнение ограничивает значение переменной. х может быть равен только минус 2. Но иногда это ограничение не столь жесткое. Например, уравнение х плюс у плюс z равно 5. Выражение в левой части равно выражению в правой части. Здесь может быть несколько вариантов. Если, допустим, кто-то вам скажет, чему равны у и z, то тогда вы сможете найти х. И если же вам известны значения х и у, то тогда вы сможете вычислить z. От условий в уравнении зависят значения переменных. Например, если у будет равен 3, а z – 2, то чему в этой ситуации будет равен х? Итак, у равен 3, а z равен 2. Тогда в левой части получится выражение х плюс 5. Вот эта часть выражения равна 5. И х плюс 5 равно 5. А что плюс 5 равно 5? Это 0. Значит, в этом случае значение х ограничивается до 0. Х должен быть равен 0. Запомните разницу между выражением и уравнением. Уравнение – это равенство двух выражений. И запомните вот еще. Значение переменной зависит от контекста выражения или уравнения. Сейчас я предлагаю вычислить значение выражений при определенных значениях переменных. Предположим, нам дано выражение х в степени у. Если х равен 5, а у равен 2, то тогда это выражение будет равно… х равен 5, значит, это будет 5, а у равен 2, это будет 5 во второй степени. А 5 во второй степени – это 25. Если мы изменим значение переменных, допустим, скажем, что х равен минус 2, а у равен 3, то тогда это выражение будет равно минус 2, мы подставили минус 2 вместо х, а у равен 3, значит, это будет минус 2 в третьей степени. А это то же самое, что и минус 2 умножить на минус 2 умножить на минус 2, а это равно минус 8. Минус 2 умножить на минус 2 – это 4, а 4 умножить на минус 2 – это минус 8. Вот видите, в зависимости от значений переменных х и у меняется и значение самого выражения. Рассмотрим еще одно выражение, посложнее. Предположим, нам дано следующее выражение – корень квадратный из х плюс у минус х. Если х будет равен 1, а у будет равен 8, то это выражение будет выглядеть так. Каждый раз, когда мы видим х, мы подставляем вместо него 1. Здесь 1 и здесь 1. А каждый раз, когда мы видим у, мы записываем вместо него 8. Тогда под корнем получится 9, а арифметический корень квадратный из 9 равен 3. Тогда конкретно при этих значениях переменных эта часть выражения будет равна 3. 1 плюс 8 равно 9, а арифметический корень квадратный из 9 равен 3. И 3 минус 1 равно 2. Вот и все. До скорых встреч!